Так, ну вот один из вопросов, который интересный, скажет просто, во что собирают обычно мальчика на девочку. Анют, смотрите, сейчас на мальчика на девочку, честно вам скажу, не собирают вообще. Либо вообще не отменяют вот этот интерактив с мальчиками и девочками, либо, если это и делают, то делают это всё-таки в таком современном ключе. Я много раз уже рассказывала, как это делается, но расскажу ещё разочек. Значит, чаще всего используются какие-то интересные вещи. Там используются либо гироскутеры. Вот мы как-то делали на одной из свадеб, значит, мальчик и девочка ездили на гироскутере, кто быстрее доедет до финиша, тот, значит, родится у молодожёнок. Ну, то есть это было без денег, без каких-либо поборов дополнительных, без ползунков и прочей вот этой радости, которая была лет 10 назад на свадьбах. Потом сейчас очень-очень востребованные розыгрыши с мальчиками и девочками, когда подключается телеграмм. Вообще телеграмм, конечно, буквально вот вчера я была на мероприятии, вот заставочка сегодня с сегодняшнего эфира, как раз с того мероприятия, где я вчера выступала. Я выступала на мероприятии у одного известного ведущего. Он проводит обучение, это лучший ведущий России по версии журнала Wedding. И я, значит, выступала у него на его обучении, отвечала на вопросы ведущих, которые также хотят быть лучшими ведущими России. И там был как раз-таки такой вопрос про мальчика и девочку в том числе. И, значит, они там, знаете, штурмят, они там сидят разгоняются на разные темы, придумывают, как можно ещё интересно это обыграть. И вот мне один из ведущих как раз, ну, основной ведущий рассказал, что, говорит, сейчас очень, так как много действительно ребят, которые пользуются телеграммом, очень много кто знает особенности телеграмм-каналов, ну, телеграмма, да, потому что телеграмм на самом деле сейчас задействуется только на 5%, потому что там возможности, конечно, не ограничены. И он рассказал, что один из женихов однажды сделал такую игру в телеграмме, где, значит, у каждого человека, вот они заходят в этот посылочки, да, вот этот там чат-бот какой-то, и у каждого человека на экране, прямо вот в окошке телеграмма появляются две такие кнопочки, розовая и синяя, да. Если человек хочет, чтобы победила девочка, он нажимает на розовую кнопочку, соответственно, если хочет, чтобы мальчик нажимает на синюю кнопочку, и подводится какой-то итог там, предварительный, потом окончательный, и уже понятно, кто родится, там, мальчик или девочка, да. То есть есть классные штуки, как это можно обыграть. То есть если хочется действительно такую вещь сделать, то предлагаю отказаться всё-таки от каких-то банальных таких вещей с собиранием денег, с ползунками, горшками, весами и всем тем, что было очень-очень много лет назад. А прийти действительно к чему-то современному, потому что современному, ну, это будет просто интересно посмотреть и вам, и спустя 10 лет это тоже будет интересно. Ну, хотя спустя 10 лет, конечно, появится ещё что-то новенькое, но тем не менее. Если не говорить, опять же, про телеграмм, ещё что-то, частенько тоже используются различные компьютерные игры, когда выходит либо мальчик, девушка и парень, да, выходит на центральную площадку и участвуют в игре, и там идёт какая-то борьба, какие-то сражения, и кто побеждает в этой компьютерной игре, тот и родится первый мальчик и девочка. Частенько бывает такое, что не используется вообще никак интерактивная часть, а используются просто люди, да, когда проводится тайное голосование, когда человек в течение вечера скидывает записочки, что мне бы хотелось, что родился первый тот-то или тот-то, и потом подводится реальный результат, кто родится. Ну, то есть вариаций, как это можно сделать, достаточно много, но для того, чтобы сделать это классно, прикольно, круто, конечно, нужно, чтобы был классный ведущий. Это прям очень важно, это прям залог успеха.